Гибкость и грация. Художественная и спортивная гимнастика развивает ребёнка как физически, так и интеллектуально. Но мало кто знает, что за всей этой красотой стоит огромный труд. По словам заслуженного мастера спорта Татьяны Набивой, без желания и усилий ребёнка ему будет сложно добиться высот. Вместе с тем воспитанники академии имеют большой потенциал. Дисциплина. Это самое главное. Дисциплина, да. Здесь пока что нет никаких проблем. Я не вижу. Девочки, вообще дети все хорошие. Я уже не раз говорила, что у дагестанских детей есть столько возможностей стать хорошими гимнастками. Просто не каждый раскрывает, наверное, свой потенциал. То есть это ещё придёт со временем, потому что спортивная гимнастика в Дагестане, она очень молодая. Ходить на занятия дети могут с пяти лет. Это растяжка, хорошая осанка, подвижность суставов и координация. Это основные показатели, которые формируют гимнастика в плане физического развития. Несмотря на то, что академия открылась недавно, ученики уже успели проявить себя и добиться призовых мест на соревнованиях. В нашей школе в основном акцент делается на спортивную гимнастику. Спортивная гимнастика – это фундамент, основа для любого вида спорта. Как мы открылись уже меньше года, но результат у нас хороший. Вот недавно в Нальчике проводилось всероссийское соревнование на призы призёрка Олимпийских игр Елены Прадуновой. Наши воспитанницы заняли призовые места. Двое из них стали чемпионами. Были третьи места, вторые места. Также в академии есть секция тэквондо. Дети с ранних лет учатся концентрировать внимание, держать правильную осанку, быть терпеливым и выносливым. Стоит отметить, что это одно из безопасных единоборств. Но и тут без растяжки никуда. Начальная группа, которая занимается тэквондо, у них идёт в начале гимнастика, физическая подготовка. И только потом они переходят на тренировки тэквондо. Тренеры признаются, что одного желания родителей отдать ребёнка в спортсекцию мало. Важен настрой и готовность самого малыша. Ведь любой вид спорта требует максимальную отдачу и концентрацию. А такие школы, как Академия гимнастики в Каспийске, помогают взрастить будущих чемпионов. Мне понравилась гимнастика, потому что тут можно достигнуть всего, что можно стать чемпионкой, достигнуть своего. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Каспийск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова